Сейчас мы поговорим о ситуации, которая происходит в украинском Херсоне. Конечно же, эта самая месть проигравших продолжается. Фактически каждый день город подвергается страшнейшим, жесточайшим обстрелам. В частности, стало известно, что накануне войска Российской Федерации обстреляли Херсон из минометов. Есть жертва, погиб 80-летний мужчина. Сейчас всю эту ситуацию страшную мы обговорим с Александром Толоконниковым, руководителем пресс-офиса Херсонской областной военной администрации. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот те обстрелы, которые произошли в городе, мы знаем о жертве, которая есть. Расскажите, пожалуйста, что за минувшие сутки произошло в Херсоне, в Херсонской области, подробности этих страшных обстрелов со стороны Российской Федерации? За минувшие сутки прах усилил обстрелы Херсонщины правовережной. 83 обстрела было правовережной Херсонщины. Из них три обстрела по Херсону самому. Это около 400, больше 400 снарядов. 412 снарядов из разных типов вооружения были выпущены. Эти снаряды, это и РЗСВ, танки, минометы, артиллерия, и БПЛА, и авиация снова. Били за минувшие сутки, 8 пострадали людей. Это двое, к сожалению, погибли. Еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Один дедушка, именно после обстрела, нашли его 80-летний в Херсоне. Под минометным обстрелом он погиб. Также в селе Волотенске погиб тоже дедушка 72 лет. Он находился в лесной полосе, где занимался какими-то хозяйственными делами. Попал под обстрел, под арт-обстрел. Его госпитализировали с очень тяжелыми ранениями в местную больницу. Там оперировали, но, к сожалению, не смогли спасти. И он умер на операционном столе. Также вчера был подрыв на мине, снова возле села Давидов-Брод. Там человек без ноги, к сожалению, лишился ноги. После этого мы еще раз повторяем людям, что нельзя ходить в поля, лесополосы, которые еще не были. Там наши ДСНС, наши спасатели, которые не обследовали еще места, куда они еще не обследовали, нельзя ходить. Потому что это очень смертельно опасно. Александр, скажите, при обстрелах куда целят оккупанты или просто бьют, лишь бы бить? Или точечно, не знаю, в пункты выдачи гуманитарной помощи по школам, сколько школ уже разрушено? Знаете, вот у нас, если смотреть по разным селам, тот же самый Кызамыс, он под постоянным обстрелом, ежедневно сравнивают с землей. Там школа разрушена, все предприятия пытаются не разрушить. Но они прежде всего в каждом селе разрушают, прежде всего, школы, детские садики, административные здания. Потом они уже, в том числе, и даже не потом, в том числе, они сразу же стреляют и по мирным жителям. Очень много разрушенных домов. Вчерашний день, в том числе, в Кызамысе было разрушено и повредили они около 30 домов. Во всех остальных населенных пунктах та же самая ситуация. В Береславе, который под постоянным обстрелом, они стреляют по энергетической инфраструктуре, просто разрушая другие объекты инфраструктуры. То же самое, очень страдают мирные жители, по домам, в которых они попадают, получают ранения. К сожалению, ситуация не особо меняется. Прошлой ночью только усилилась обстрелы эти, страдают только мирные жители. В основном, то есть нет обстрела военной в этой инфраструктуры. Александр, а если говорить, кстати, вот вы затронули важнейшую тему, безусловно, относительно мирных украинцев, мирных жителей, появилась информация Центра национального сопротивления относительно того, что российские захватчики требуют от жителей левого берега Херсонской области, проживающих вдоль Днепра, покинуть дома и уехать из региона. Позволю себе процитировать. В Новой Каховке и поселке городского типа Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что те, кто проживает на первой береговой линии Днепра, должны срочно покинуть жилье. Что происходит? С чем вы связываете эти вот события, эти призывы, назовем их так? Я как раз на выходных разговаривал с некоторыми жителями Новой Каховки с тем вопросом и спрашивал как раз об этой ситуации. Они говорят, ну, как сказать, они не могут подтвердить, что есть такая призывы к эвакуации примыцовой принудительной. Но говорят, ну, а смысл в этом какой? Что если у нас на прибрежной линии уже практически люди и не живут, потому что они видят, что там размещаются, враг размещает свои огневые точки, они понимают, что они прикрываются ими, и люди стараются сами выезжать из этих домов. И вообще по Новой Каховке, эта громада, в которой жили до, это Новая Каховка и 10 населенных пунктов вокруг, до войны жило 60 тысяч. Сейчас, по данным главы громады, там максимум 10 тысяч живет. То есть люди уже сами, опять-таки, либо уехали уже на контролируемую Украиной территорию, либо уехали вглубь. Все понимают, что это опасно, когда они прикрываются верными жителями. И там сейчас живет около 10 тысяч, и в основном они уехали вглубь громады, переехали. Поэтому, да, дома. Есть случаи, когда оккупанты занимают дома, которые более красивые или более подходят для них, выселяют насильно людей. Также есть, сейчас усилилось давление на людей с подпортизацией. Они анонсируют с 1 мая, что будет очень усилен контроль за тем, у кого есть паспорт, а у кого нету. Будут проверки уже на блокпостах. Будут применяться санкции к людям, которые без паспортов, торговые точки, будут ловить людей во всех сферах услуг. Поэтому люди очень боятся вот этого террора, который начнется с 1 мая, именно по поводу, что нету паспорта российского. То есть они это анонсируют активно. Александр, а какая сейчас ситуация на Кимбургской косе, на Джиролу-Каче? Ведь известно, что оккупанты уничтожают не только мирное население, дома, но также экосистему. Ну, за экосистему мы очень переживаем, потому что даже не о Кимбургской косе, идет речь о Скане-Нова, которая сейчас оккупирована. И мы получаем самые разные новости, не самые хорошие в том, что они уничтожают и животный мир, и экосистема, они как варвары приходят, они не думают о том, что пришли, и не думают о том, что будет потом для них, это неважно. Это орда, которая грабит, убивает, в том числе и то, что нарабатывалось на том же Скане-Новой, десятилетиями, та экосистема, которая строилась благодаря нашим научным сотрудникам и всем, кто был причастен. Сейчас мы, честно, даже не представляем, какой вред будет принесен. И, конечно же, любая экосистема Кирсиданской области страдает, когда к ней относятся пользовательски и просто по-варварски уничтожается. Мы после освобождения будем смотреть на ситуацию, как это будет в ближайшее время, как мы будем выравнивать, что будет возможно использоваться, в том числе и помощь, проситься у международных фондов защиты природы для того, чтобы восстанавливать это все. Спасибо вам огромное, Александр. Верим в то, что сможем это все восстановить. Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова